Я первое, что увидела, это на голове нету куска кожи. Вот, и вот, тут всё вот так, с собаками. Наталья прячется от камер, но на самом деле девушка настоящий герой. Она спасла от страшной участи восьмилетнего мальчика. Ребёнок упал в эту яму, и на него прямо там напала целая стая взрослых собак. Рядом был старший брат, который сбегал за помощью. Девушка сама боялась, но смело пошла спасать ребёнка. Пока я мальчишку за шиворот вытягивала оттуда, то есть второй тут стоял, мне и не подняться, я ему брата пихаю. Он тоже в шоке, мальчик. То есть с горем пополам мы поднялись отсюда. Я смотрю, собаки опять начинают приближаться. Тут, ну, видите, они начинают нас окружать. Ну, тут мусора много, я всё, что у меня под руки попадало, кидала в них, кричала. То есть с горем пополам мы добежали туда, вернулись. Ребёнка спасли, его доставили в больницу. Мальчик перенёс несколько операций. Врачи говорят, состояние средней тяжести. У школьника рваные раны практически по всему телу. Наталья до сих пор не оправилась от шокирующей картины, которую я увидела здесь на пустыре. Но всё же смогла узнать пса, который напал на детей. Собака тоже такая. Вот она лежит. Да. Это она собака. Да, это тот пёс. Это вожак? Ну, я считаю, да. Он, по крайней мере, меня чуть ли за пятки не кусал. Этого пса зовут Шарик. Вот он лежит сытый после обеда. Каждый день собак подкармливает местная пенсионерка. Она считает, сытые псы не будут нападать на людей. И прекращать носить еду она не собирается. На вас же не бросились, вы чужие. Вон он большой годовалый лежит. Бросились? Нет, не бросились. От того, что голодные. Вот матка беременная, возьмите её. Стерилизуйте или убивайте тогда, когда щенята родятся, если душа у вас такая. А я сказала, пока у меня ноги носят, буду носить. А я вот печенье покупаю за 90 рублей. Я им даю, я сама его не ем, а им. Потому что вот пить принесла. Они же живое существо хотят. Пить хотят есть. Сразу после инцидента подрядчик по отлову бездомных животных приехал на место. Выяснилось, собаки уже чипированы. В этой истории сейчас разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. А вот так встречают незваных гостей на конечной остановке полигон в Водниках. Пока псы кусают только друг друга и выпрашивают лакомство у прохожих. Но местные рассказывают, и на людей были нападения. Конечно, и на разу страшно. Особенно с города едешь с продуктами. Вообще, за тобой кучей бегут. Они, дай бог, нападут. Они же голодные, полуголодные. Хоть кто-то их подкармливает, но все равно. С 1 января, согласно федерального закона, агрессивных собак служба отлова обязана оставлять у себя пожизненно. Псов не будут выпускать обратно в город. Однако содержать новых четверолапых постояльцев просто негде. В организации «Бездомный пёс», которая занимается отловом, нет для этого вольеров. Надо закупить минимум 100 штук. Это примерно 5 миллионов рублей. Плюс деньги на корм. Содержать 500 собак в год по подсчетам зоозащитников обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Но сейчас взять такой объем организация не готова. Сначала нам говорили, подождите универсиады. После универсиады нам говорили, подождите, подождите. Это началось мы с весны. Мы говорим, пока теплая погода, пока есть возможность строить на улице вольеры. Давайте что-то делать. Сейчас ноябрь. Сколько мы еще это будем решать? Неизвестно. Недавно совсем мы узнали, что на следующий год на отлов выделили в два раза меньше средств. То есть в два раза меньше животных будет отловлено и стерилизовано. Тем временем в администрации подсчитали, построить приют на тысячу собак обойдется больше, чем в полмиллиарда рублей. Правда, неизвестно, сколько лет продлится строительство. А псов нужно отлавливать уже сейчас. Антон Шевчук, Алексей Егоров, Рафонтова новости.